Глава 23. Необъяснимая сонливость. Было лишь вспомнить, что электричество — это чудесная сила, не только приводит в движение, обогревает и освещает судно, но и служит защитой от нападения извне, превращая его в некий ковчег завета, неприкосновенный для непосвященного. И невольно мои мысли перенеслись на Творца, создавшего такое диво. Мы держали курс прямо на запад, и 11 января обогнули мыс Уэссал, расположенный под 135 градусами долготы и 10 градусами северной широты, и образующий собою восточную оконечность залива Карпентария. Коралловые рифы встречались часто, но они были разбросаны далеко друг от друга, и при том с большой точностью обозначены на карте. Наутилус благополучно миновал Буруны Мане и риф Виктория под 130 градусами долготы на 10-й параллели, которой мы неуклонно держались. 13 января мы вошли в воды Тиморского моря, ввиду острова того же названия под 122 градусами долготы. Этот остров, занимавший площадь в 1625 квадратных лье, управляется раджами. Раджи именуются сыновьями крокодила, короче говоря, относят себя к существам высшей породы, на какую только может притязать человек. Их присмыкающиеся предки в изобилии водятся в местных реках и являются предметом особого почитания. Их оберегают, балуют, ласкают, кормят, им предлагают в пищу молодых девушек и горе чужеземцу, который занесет руку на священное животное. Но Наутилусу не пришлось столкнуться с этими гадами. Остров Тимор мы видели мимоходом, в полдень, когда помощник капитана делал свое обычное наблюдение. Также мельком видел я и остров Рати, входящий в ту же группу. Говорят, здешние женщины славятся на малайских рынках своею красотою. Тут Наутилус уклонился к юго-западу от принятой ранее широты и пошел по направлению к Индийскому океану. В какие края увлекает нас фантазия капитана Немо? Возвратится ли он к берегам Азии? Приблизится ли к берегам Европы? Вряд ли. Зачем плыть туда человеку, который бежит от населенных континентов? Не ринется ли он на юг? Не обогнет ли он мыс доброй надеждой, а затем мыс горн? Не отважится ли направить свой путь к Южному полюсу? А может быть, возвратится в моря Тихого океана, где для подводного корабля такой простор? Ответ даст будущее. Пройдя вдоль рифа в Кортье, Гиберниа, Серингопа, Тама, Скотта, этих последних усилий твердой стихии победить стихию жидкую, 14 января мы были уже за пределами каких-либо признаков земли. Наутилус перешел на среднюю скорость и, покорствуя воле капитана, то опускался в морские глубины, то всплывал на поверхность океана. Во время этого плавания капитан Немо сделал интересное наблюдение относительно температуры мирового океана на разных глубинах. В обычных условиях для измерения колебаний температуры в морях пользуются довольно сложными приборами, показатели которых не всегда заслуживают доверия, особенно показания термометрических зондов, стекло которых часто не выдерживает давления в глубинных слоях воды, а также и показания аппаратов, действия которых основаны на неодинаковой электропроводимости некоторых металлов. Проверить полученные данные повторным опытом представляют значительные трудности. Между тем капитан Немо измерял температуру глубинных вод океана. Погружаясь в морские пучины, его термометр, приходя в соприкосновение с водными слоями различных глубин, давал точные и бесспорные показания. Итак, приводя попеременно в действие то резервуары, наполненные водой, то наклонные рули глубины, капитан Немо имел возможность исследовать температуру, начиная от поверхностных слоев воды до глубинных. Погружаясь постепенно на 3, 4, 5, 7, 9 и 10 тысяч метров ниже уровня океана. И он пришел к выводу, что под всеми широтами температура воды на глубине тысячи метров понижается до 4,5 градусов. Я следил за этими исследованиями с величайшим интересом. Капитан Немо вносил в свои опыты истинную страсть. Я часто спрашивал себя, на что ему научные исследования? Для пользы человечества? Невероятно, потому что рано или поздно его труды погибнут вместе с ним в каком-нибудь море, не обозначенном на карте. Не готовился ли он сделать меня душеприказчиком своих открытий? Не рассудил ли он положить конец моему подводному путешествию? Но конца еще не предвиделось. Как бы то ни было, капитан Немо ознакомил меня с цифровыми данными, полученными им в результате исследования плотности воды в главнейших морях земного шара. Из этих научных наблюдений я сделала отнюдь ненаучный вывод, касающийся меня лично. Произошло это утром 15 января. Капитан Немо, с которым мы прохаживали по палубе, спросил меня, «Известна ли мне плотность морской воды на различных глубинах?» Я отвечал отрицательно, прибавив, что в этой области не имеется еще достаточно проверенных научных исследований. «Я сделал эти исследования», — сказал он, — «и ручаюсь за их точность». «Хорошо», — отвечал я, — «но на борту Наутилуса совсем обособленный мир, и открытия его ученых никогда не дойдут до Земли». «Вы правы, господин профессор», — сказал он после короткого молчания. «На борту обособленный мир. Он также обособлен от Земли, как обособлены планеты, вращающиеся вместе с Землей вокруг Солнца. И наши труды также не дойдут до Земли, как и труды ученых Сатурна или Юпитера. Но раз случай соединил наши жизни, я посвящаю вас в конечные выводы моих исследований». «Я вас слушаю, капитан». «Вам, господин профессор, разумеется, известно, что морская вода обладает большой плотностью, нежели пресная, но что плотность воды не везде одинакова. В самом деле, если принять за единицу плотность пресной воды, то плотность вод Атлантического океана будет равна 1,28 тысячным вод Тихого океана. 1,26 тысячным и 1,30 тысячным равняется плотность вод Средиземного моря». «А-а-а», — подумал я. «Он заходил и в Средиземное море. 1,18 тысячным для вод Адриатического моря». По-видимому, Наутилус не избегал и самых оживленных морей Европы. «Я из этого заключил, что когда-нибудь, и как знать не скоро ли, мы приблизимся к берегам более цивилизованных континентов». «И подумал, что Недленд вполне естественно обрадуется подобной возможности. Некоторое время мы с капитаном посвящали целые дни научным исследованиям. Определяли соленость морской воды на различных глубинах, проникновение света в толщу воды. И во всех случаях капитан Немо выказывал удивительную изобретательность, которая равнялась только его внимательности ко мне. Затем он снова исчез, и я по-прежнему оказался в одиночестве на борту его подводного корабля». 16 января Наутилус, казалось, погрузился в сон в нескольких метрах под уровнем моря. Электрические машины остановились, винт бездействовал, отдав судно на произвол течения. Я решил, что экипаж занят ремонтом машин, связанным с их работой на больших скоростях. В тот день мне и моим товарищам довелось быть очевидцами любопытного явления. Створы в окнах салона раздвинулись, электрический прожектор не был зажжен. Небо, затянутое грозовыми тучами, бросало слабый свет в верхние слои океанских вод. В окружающей нас жидкой среде царил полумрак. Я любовался водной стихией в этом сумеречном освещении, и большие рыбы проносились мимо нас, как китайские тени. И вдруг мы попали в полосу яркого света. Сначала я думал, что заработал прожектор, и, попав в полосу его лучей, засветились темные воды. Но я ошибся и, вглядевшись внимательнее, понял свое заблуждение. Наутилус был снесен течением светящиеся слои воды, вспыхивающей огнями, особенно ослепительными в мраке морских пучин. То было свечение мириадов микроскопических морских организмов. Интенсивность свечения еще увеличивалась, отраженная металлической обшивкой судна. Светящаяся водная масса, то подобно доменной печи, изливала как бы огненные струи. И взметались тысячи искр. То превращалось в сплошной поток, как бы расплавленного свинца. Все вокруг этого полыхающего пространства уходило в тень, если это понятие тут применимо. Нет, то не был искусственный свет нашего прожектора. Тут чувствовался избыток жизненных сил. То был живой свет. И действительно, в этих водах образовалось скопление морских жгутиковых ночесветок. Нактилуца мелиарис. Настоящих студенистых шариков с нитеобразными щупальцами, образующими целые колонии. В 30 кубических сантиметрах воды их насчитывают до 25 тысяч. Сияние ночесветок усиливалось трепетным мерцанием медуз, сиянием фаланд и множества других фосфорисцирующих организмов, выделяющих светящееся вещество. В течение многих часов наутилус плыл в светящихся водах. И нашему восхищению не было границ. Когда мы увидели больших морских животных, развивающихся, как саламандры, в пламени. В этом живом свете плескались изящные и увертливые дельфины, неутомимые клоуны морей и предвестник ураганов, меч-рыба длиной в три метра, порою задевавшая своим грозным мечом хрустальное стекло. Затем появились более мелкие рыбки, спинороги, макрели-прыгуны, щетина-зубы, хирурги-носачи и сотни других рыбок, бороздивших светоносную стихию. Было что-то чарующее в ослепительном свечении море. Быть может, атмосферные условия усиливали напряженность этого явления? Быть может, над океаном разразилась гроза? Но на глубине нескольких метров под уровнем моря не чувствовалось бушевания стихий, и наутилус мирно покачивался в лоне спокойных вод. Мы плыли, и все новые чудеса развертывались перед нашим изумленным взором. Концель без конца классифицировал своих зоофитов, членистоногих, моллюсков и рыб. Дни не летели, и я потерял им счет. Нед по обыкновению старался разнообразить наш стол. Мы, как улитки, сидели в своей раковине. И я могу засвидетельствовать, что в улитку превратиться совсем нетрудно. Наше пребывание на подводном корабле начинало нам казаться вполне естественным и даже приятным. И мы уже стали забывать, что существует иная жизнь на поверхности земного шара. Но одно происшествие неожиданно вернуло нас к сознанию действительности. 18 января наутилус проходил под 105 градусами долготы и 15 градусами широты. Надвигались грозовые тучи, на море начинался шторм. Задул крепкий нордостовый ветер. Барометр, постепенно падавший последние дни, предвещал бурю. Я взошел на палубу в то время, как помощник капитана исследовал горизонт. Я ожидал, что он скажет свою обычную фразу. Но на этот раз он произнес другие слова, столь же непонятные. Тотчас же на палубе появился капитан Немо с зрительной трубой в руке и стал всматриваться в горизонт. Несколько минут капитан, не отводя от глаз зрительной трубы, пристально вглядывался в какую-то точку на горизонте. Затем, резко обернувшись, он обменялся со своим помощником несколькими словами на непонятном наречии. Последний, казалось, был очень взволнован, хотя и пытался сохранить спокойствие. Капитан Немо лучше владел собой и не терял своего обычного хладнокровия. По-видимому, он высказывал какие-то соображения, которые его помощник опровергал. По крайней мере, я понял так по их тону и жестам. Я внимательнейшим образом всматривался в туманную даль, но ничего не приметил. Пустынны были бледные очертания горизонта. Капитан Немо ходил взад и вперед по палубе, не глядя в мою сторону. Возможно, он меня и не заметил. Шаг его был тверд, но, может быть, несколько менее размерен, чем обычно. Иногда он останавливался и, сложив руки на груди, вглядывался в море. Чего искал он в этой необозримой пустыне? Наутилус шел в сотнях миль от ближайшего берега. Помощник капитана, в свою очередь, поднес глазам зрительную трубу и напряженно всматривался вдаль. Он явно нервничал, топал ногами, метался по палубе, являя собою полную противоположность своему начальнику. Впрочем, таинственная история должна была вскоре разъясниться, потому что по приказанию капитана машины заработали на большой скорости. Помощник опять обратил внимание капитана на какую-то точку на горизонте. Капитан прекратил хождение по палубе и навел трубу в указанном направлении. Он долго не отнимал трубы от глаз. И я, чрезвычайно заинтригованный происходящим, сошел в салон, взял там отличную зрительную трубку, которой всегда пользовался, и вернулся на палубу. Опершись на выступ штурвальной рубки, я приготовился обозревать горизонт. Но не успел я поднести трубку к глазам, как ее вырвали из моих рук. Я обернулся. Передо мной стоял капитан Немо. Я не узнал его. Лицо его исказилось, глаза горели мрачным огнем, брови сдвинулись. Полуоткрытый рот обнажил зубы. Его напряженная поза, сжатые кулаки, втянутая в плечи голова, все дышало бешеной ненавистью. Он не шевельнулся. Трубка валялась на полу. Чем вызвал я его гнев? Не вообразил ли он, что я раскрыл какую-то тайну, которую не положено было знать пленнику Наутилуса? Нет, не на меня был обращен его гнев. Он даже не взглянул на меня. Взор его был прикован к горизонту. Наконец, капитан Немо овладел собою. Его лицо обрело обычное холодное выражение. Он обратился к своему помощнику на незнакомом языке. Сказав ему несколько слов, капитан заговорил со мной. — Господин Иронакс, — сказал он повелительным тоном, — вы обязаны выполнять условия, которым вы связаны со мной. — В чем дело, капитан? — Вы и ваши спутники обязаны побыть в заперти, покуда я не сочту возможным освободить вас из заключения. — Здесь вы, хозяин, — отвечал я, пристально глядя на него. — Но разрешите задать вам один вопрос? — Ни единого, сударь. Спорить было бесполезно. Приходилось подчиниться. Я вошел в каюту, отведенную на Дуленду и Канцелю. Я и объявил им волю капитана. Предоставляю вам судить, какое впечатление произвел на канадца этот приказ. Впрочем, рассуждать не было времени. Четыре матроса ожидали у двери. Нас отвели в ту же самую каюту, в которой мы были заключены в первый день нашего пребывания на Наутилусе. Недленд пытался протестовать, но в ответ захлопнулась дверь. — Не угодно ли господину профессору объяснить, что все это значит? — спросил Канцель. Я рассказал о всем случившемся. Они были так же удивлены, как и я, и терялись в догадках. Разгневанное лицо капитана не выходило у меня из головы. Мысли мои путались, и я строил самые нелепые предположения. Из раздумья меня вывел возглас Недленда. — Бо, а завтрак на столе? В самом деле стол был уставлен яствами. Распоряжение было, видимо, сделано в тот момент, когда капитан отдавал приказ развить большую скорость. — Не пожелает ли господин профессор выслушать небольшой совет? — спросил Канцель. — Пожалуйста, мой друг, — отвечал я. — Господину профессору нужно позавтракать из благоразумия, ведь неизвестно, что может случиться. — Ты прав, Канцель. — Увы, — сказал Недленд, — нам подали рыбные блюда. — Друг Нед, — возразил Канцель, — а что бы вы сказали, если бы вовсе не было завтрака? Этот довод пресек жалобы гарпунера. Сели за стол. Завтракали молча. Я ел мало. Канцель насиловал себя из того же благоразумия. Один Недленд не терял времени попусту. Позавтракав прикорнули по уголкам. Но тут матовое полушарие у потолка погасло, и мы остались в полной темноте. Недленд сразу же уснул. Но меня удивило. Дремал и Канцель. Что могло вызвать у него столь внезапную сонливость? Однако и меня самого неодолимо кромнило ко сну. Я боролся со сном, но веки тяжелели и непроизвольно смыкались. У меня начинались галлюцинации. Очевидно, в кушанье было подмешано снотворное. Неужто капитану наему мало было посадить нас под замок? Ему понадобилось еще усыпить нас? Я из последних сил пытался побороть сонливость. Но нет. Дыхание становилось все затрудненнее. Смертельный холод сковывал, как бы парализовывал мои конечности. Веки, словно налитые свинцом, замкнулись. Я не мог открыть глаз. Тяжелый сон овладевал мною. Меня мучили кошмары. Вдруг видения прекратились. Я потерял сознание.